Тема сегодняшнего семинара, она несколько шире, чем в начале была обозначена для первого доклада о проблемах метрологии в жизни современной цивилизации. У нас будет два выступления доклада. И оба докладчика Дорофея. О метрологии в экономической науке, Борис Дорофеев и Дмитрий Дорофеев, о метрологии библейской цивилизации. Но прежде чем предоставить слово докладчикам, я буквально несколько слов хочу сказать о сложившемся современном положении. Если вас, конечно, это интересует, так как мы это видим. Я имею в виду, как оценивает это авторский корректур. В последнее время появилось очень много информации, очень разнородной о том, что власть искусство назревает, что мы стоим перед третьим кризисом власти. Первый оценивается в 93-м году, но имеется в виду этого режима. Второй в 98-м. А сейчас вот общество стоит перед третьим кризисом власти. Ну и я думаю, что все, кто более-менее следит за развитием событий в России, понимает, что вот это тестирование и на Россию, дискуссии на Теремиде, Сталин, Гитл, это одно и то же, у меня есть разница. Создание новых великомунчеников в православной церкви. В общем, это все вещи связаны. Современная элита понимает, что общество, вне зависимости от того, что прошло 20 лет, что практически поколение тех, которые жили при Сталине, уходит и полностью в душу. В обществе есть некая ностальгия по тем временам. Даже молодежь на середе, которые лежили в тем временах. Но с чем это связано? На наш взгляд это связано с тем, что именно во времена Сталина в жизни, это нам не было предсказано. И сейчас никто не верен в завтрашний мир, ни в миллиардеры, ни в миллионеры, ни в простой главе. И ясно, что умные люди, которые власти, и те, кто готовили этот режим, невозможно представить, что это все произошло случайно. Я бы назвал, то есть, видимо, каждый задается вопросом, а что, собственно, впереди? К чему стремится этот режим? Ну, если образно сказать, то они хотят влюстить ужас в него. А если напрямую, то социализм объединится на нас. И как это многим сейчас не покажет все странные почти дикимы, тем не менее, их не интересует не сама личность монарха, а институт монархической власти. Почему только при институте монархической власти будет найдена устойчивая ниша для православной церкви, потому что она сейчас далеко не устойчива. И вся тена, которая сейчас существует, и она уложится, она тоже найдет свои места. И если посмотреть на развитие событий после того, как президентом был избран Владимир Владимирович Путин, то в первую очередь бросаются глаза следующие. Ясно, что общество, которое пережило 75 лет в советской власти, в нем должны остаться какие-то информационные модули, к которым на бессознательных уровнях оно будет постоянно обращаться. Ясно, что такое общество будет искать решение проблемы социальной справедливости, которую теперь хотят называть социальной завистью. Ясно, что все призывы к модернизации, которые исходят как от президента, так и от многих политиков, здесь невозможно в современном обществе ни по китайскому, восточному варианту, ни по западному варианту. По китайскому невозможно, потому что в России нет бездонного развивания, дешевых рабочих сил, там был 1 млрд. А по западному невозможно, потому что на западе идет перманентная приватизация. На западе не стоит вопрос о том, приватизация это законно или незаконно. Там просто, если предприятие, например, становится неэффективным, и передают под управление государственным строителям. Если оно неэффективным и под управлением государственным строителям, передают частникам. И этот процесс там идет перманентно в течении охраны, которые пошли за столетие. А роль дешевой рабочей силы в процессе модернизации исполняли Токи, Арабы, Саожиры, Марокко, вообще Саратовская страна. А вот проблема приватизации в России, она не стыкает. Вы, наверное, слушали, что Зорькин впервые до Валькова все-таки отношуясь в законности, заявил о незаконности противной приватизации. Но все это подается в какой-то бешамин, и человеку, который хочет понять и осмыслить это все, что подается в средства массовой информации, начиная от убийства священника, который может воспринять подготовку новых великомучеников в цепи, и смерть Шоуэнта Аккенбергова, который мы тоже есть. И все это в какой-то мишанине. Но и все эти мишанине могут быть один очень интересный проект, о котором мы говорили на последнем семинаре. Это так называемый проект «Россия», который идентифицировал сам же президент. Когда он обратил внимание, из всего моря информации предложено только на предложение Максима Калашенко. То есть все еще не стало понятно. Если оппозиции по-настоящему нет, а ее действительно нет, а страх только перед той оппозиции, которая может сформироваться внутри общества, то есть непосредственно в низах общества, и страх перед такой оппозиции объективно существует, хотя вроде бы ее предпосылок нет, нет ни вождей, так и все. Вожди оппозиции домокуплены, приходованы, пиратизированы, они получают из рук непосредственной власти, то тогда остается один путь. И он достаточно эффективно найдет. Создать имитацию оппозиции. И вот таким имитационно-оппозиционным проектом является и проект Россия. Потому что самое главное у меня есть простой идентификатор, это насколько этот проект связан с бургейской концепцией. Все, кто внимательно читал эти материалы, это прекрасно видит. Я не дам не читал обсуждение проекта модернизации, вдруг в этом обсуждении однорепно. Пока не ликвидирует господин Кучеренко, сколько Максима Калашникова, никакой модернизации даже не дает. Это говорит о том, что общество, возможно, придется пережить имитационный проект модернизации. Хотя уже очень многие аналитики говорят, что мы анализируем вообще модернизацию, в России было три попытки модернизации. Это во времена Ивана Грозного, во времена Петра Первого и во времена Сталина. И они были посвоены успешно. Почему? Иван Грозный пытался придавить боярство, у него это не получилось, но он уже фактически давал отпор, хотя был таким, как говорят, очень серьезным царем, сейчас вот фильм «Путгина царем» говорит, он давал отпор попыткам иерархии церкви подняться над светской властью. Но до конца этого не получился. Петр осуществил эту попытку, задавил сенот, задавил боярство, открыл возможности фактически из простого народа выдвигаться, не только мелкопоместное дворянство. и не смотря на то, что его реформы делались на большом крови, город, в котором мы рвем, выстроили костяк, миллионов, видите, пожалуйста, эта власть нормальная, легитимная, и теперь Санкт-Петербург, пожалуйста, все нормально. но самую большую энергию у нас удалось правильно использовать только во времена после Великобритания, когда душевизм победил учебник. И вот это был период, конечно, очень простой, но благодаря этой модернизации за три пятилетки общества подготовили, ну, во-первых, поднялись до уровня промышленного развития в 13-е годы, и еще подготовили стройную все-таки такой страшной войне, выиграли войну, и в одну пятилетку практически восстановили разрушенный весь европейский потенциал. Этого никто отрицать не может. Но самое главное даже самое главное, что общество почувствовало тогда уверенность в завтрашнем мире. Вот пока любой режим не даст обществу. Понимаете, опыт устроен так. Если общество пережило какой-то такой очень важный психологический момент, уверенность в завтрашнем то, чего не было во всем окружающем мире. То есть когда каждый вступающий в жизнь молодой человек, он не просто верил, потому что ему там преподаватели говорили, а радио не было радио, он это ощущал на себе. Если он будет учиться, трудиться, честно, хотя, конечно, все было детизм после войны, то он его вклад в строительство нового общества будет замечен, и он сможет работать и реализовать свои интеллектуальные творческие потенциалы. Вот это теперь уже при всем желании современного режима никуда никак не это вот сидит так прочно, и они это чувствуют. Ну и что они могут противопоставить вот этому? Проект России, который замкнут на гердейской концерции? Разговоры о какой-то модернизации, а кто будет этой модернизацией? Кто будет работать на собственных всех таких приоритизированных предприятий, которые сами лишают столько себе, а сколько остальным достаточно длится. Они никакого отрифика конечно не слышат. Но самое интересное, они не нуждаются в том, что не нуждаются. Но я это прямо к семинару говорю о том, потому что тема основная проблема микрологии современной цивилизации. Сейчас очень многие манипулируют всякими фактами. Когда группа начинала работу в 88-м году в журнале «Наука и жизнь» номер четвертого попала статья доктора философских наук Бутенко «Как подойти к научным пониманиям истории современного общества». И в ней есть такие слова. Вы, наверное, их читали, но я просто их повторю, потому что это очень значимо. «Руководствуемся одной методологией, факты изучаем и знаем одни и те же, а к выжим приходим разными». Почему? Несколько далее дает ответ на вопрос. Это объясняется тем, что при изучении истории наряду с методологией и факторами еще существует концепция, связывающая воедино основные этапы рассмотрения исторического времени. Вот она-то, эта концепция использующих авторов разных, а потому одни и те же факты выглядят каждый раз в разном освещении со своими смышлами оттенками. Вообще то, что Бутенко называет концепцией, это не совсем концепция, это скорее некий способ выворотки фактов, чтобы свою концепцию так-то реализовала. А вообще для того, чтобы понять, откуда и как возникают те или иные субъективные концепции истории, и с чем объективно существующим, даже если относиться субъективной по их характеру концепции, вот необходимо как раз выносить в историческую науку нейтрологию. И нейтрология в современной цивилизации все равно вы можете просто отнести это, сматриться на развитие разных событий, вот она будет играть все больше и больше и если рассматривать поприоритет на большинстве управления, то один из важнейших вопросов, который все равно обществу придется решать, это вопрос о том, какова же должна быть нейтрология экономики. Потому что если нейтрологии нет, если кратко то начинается гробомасты. Науки точно гуманитарно отключаются от гуманитарно тем, что в одних можно что-то померить, в других нет. Хотя и в точных науках не особенно люди задумываются о том, метрологии, только гуманитарно говорят нечего. Но вот в экономической науке несомненно роль метрологии и некого эталона, что метрологии играет инвариант пресс-поранта. Мы изучаем вообще обсуждение краткой трассы, которую предсказали, обсуждение на разных конференциях, которые в концепции так или иначе обсуждаются, но убеждаемся, что по инварианту пресс-поранта столько домыслов, которые не соответствуют неадекватной жизни. Вообще метрологическая состоятельность представляет собой не только выявление качественного количества каких-то характеристик, того иного выявления, но она лежит в основе фундамента всякого строительства, то, но науки. И в основе вот этой метрологической состоятельности мы поставили четыре параметра. То, что всем вам и так хорошо известно, это объективная метод мироздания. То есть мироздание это треединский мотив информации и матрица родной и состояние. Второе это генетическое запрограммирование генетичных чувств общередине. То есть все примерно одинаково видят красный и зеленый это бывает и дольтоний. Третье это вот то, что мы называем мировоззрением. Мировоззрение кальбоскопа, мировоззрение мазарка. Мироздание четвертое это некое эталоны которые создаются нашим метрологом. Вот все эти четыре фактора они лежат во основе фундамента. Здесь фундамент не прочно построен человек. Ну и для будущего конечно очень важно принимать еще это тоже относится к метрологии алгоритм развития общества. Общества все-таки действуют люди а люди вы знаете они как-то стратифицированы по типам строя психики. И от того как по типам строя психики они произойдут люди если вы хотите понять прошлое или правильное будущее вы должны настоящее увидеть алгоритм развития человечества цели. Ну на этом я заканчиваю представляю с вами которые мы с вами спасибо спасибо сегодня мы будем говорить о метрологии ну и в первую очередь мне кажется что метрология начинается с какого-то порядка наверное в собственной голове как устроен мир ну и прежде чем говорить об экономике я бы хотел с вами в качестве вступления поделиться зарисовкой связанной с календарем который мы пользуемся я вот раздал кое-что там на доске дело в том что каким календарем мы пользуемся их вообще много восточные западные юлианские григорианские ну вот сейчас календарь который у нас есть имеет 365 дней 12 месяцев это связано с вращением земли вокруг солнца период и мы пользуемся неделями вот 7 дней в неделе связано с вращением луны вокруг земли и к сожалению периоды не соизмеримы и в результате каждый год печатаются календари каждый год происходит смещение дней недели с днем года и в голове невозможно удержать нормальному человеку а значит и раз невозможно удержать то и планирование возможно только вот такой вот конкретный вот сел календарь открыл посмотрел потом еще раз заново в чем же сложности почему вот ну тысячелетия наверное уже вот эти соизмеримость не приводится я вот попробовал взять и навести порядок такой вот ну хотя бы для себя вот вести соизмеримость и в данном случае в качестве меры предлагается 364 календарных дня вместо 365 какая разница а разница такова что в этом случае календарь будет повторяться не раз в 28 лет как сегодня а календарь вот который на руках и на доске он вечный с точки зрения что зафиксированы день года и день недели вот ну в качестве примера я вот написал ну например если начинать год с понедельника как мы привыкли до 1 числа то у нас в январе 31 день ну для примера потому что 4 сезона по 91 дню вместе за 4 сезона значит 364 дня и мы имеем 52 недели на каждый сезон по 13 недель в результате январь апрель июль июль и октябрь это месяцы где полностью совпадают дни недели и дни года аналогично февраль май август ноябрь и март июнь июль вот а куда же девался 365 мы его вводим отдельным днем вне вот это дни недели все отмечают 34 года нет 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 365 день я его назвал вот он день года это он лежит между 30 декабря и первым января он не является не имеет дня недели то есть это не понедельник и не вторник а просто выходной праздник вот вне сетки недель и тогда цикл закруглился действительно есть высокосный год потому что обращение не ровное количество суток а 365 дней и 6 часов ну там 5.50 но тем не менее в гриберианском календаре которым мы пользуемся высокосный год будет также раз в 4 года и здесь добавляется симметрично дню года лунный день так называемый между 30 июня и 1 июля так называемый 31 июля как я так пошутил вот здесь внизу когда я его составлял есть кстати фильм по поводу вот этого 31 июля замечательный так вот этот лунный день тоже вне сетки недель позволяет еще раз говорю однажды родившись там не знаю а кто что рождается нет 2 сентября если вы родились в воскресенье то день рождения у вас всегда будет воскресенье и так далее вот и обращаю ваше внимание запомнить это так же легко как если ты несколько раз едешь на электричке после стрельной красной зори а потом новый петергоф и ты уже не думаешь какая будет следующая станция так и здесь ты знаешь что 5 мая он понедельник он всегда был понедельник он будет понедельник а ты забыл про 5 мая вспомнишь что 5 февраля тот же самый день недели я считаю что это позволяет как раз начать с порядка у себя в голове потому что метрология на самом то деле это субъективная вещь это отношение людей и чем проще чем понятнее тем удобнее вот сейчас я перейду ко второму вопросу по поводу метрологии экономики тут посложнее потому что более запутанно но не из-за того что ее там нету но это вот второй приоритет хронологический да причем обращаю ваше внимание никто не мешает его ввести в любой момент и пользоваться всем для собственного в России это ввели а русским я его назвал да опять же исходя из методологии если мы считаем что каждая цивилизация имеет свой так сказать оттенок западная это материальная цивилизация восточная цивилизация духа а русская цивилизация мира вот данный случай подарок русский календарь вот ну а теперь по поводу экономики на самом-то деле что мы имеем основой нынешней экономики почему-то являются деньги вот нынешние экономические теории которые везде преподаются и у нас в том числе все измеряется в деньгах вот и поэтому основная задача любого производства любого человека который занимается так называемым бизнесом это получение денег на цивилизация прибыли ну и первый вопрос тогда всегда возникает а что же такое деньги и суть вопроса нынешнего это метрология денег и получается что если мы измеряем финансовые результаты производства какого-то деньгами пусть даже вот любимыми долларами во всем мире то производственные результаты сегодня там и через год одни и те же производственные результаты измеряются разными деньгами а если еще в разных местах там в России в Америке в Японии наверное тоже разное количество долларов стоит я не имею там рублей или иен а разное количество долларов в этом смысле сама единица и того в чем мы измеряем только доллар в разной стране разный она плавая да кроме того и это да и в результате хотелось бы если мы собираемся планировать что-то нам нужна модель а модель она должна быть метрологически состоятельна то есть его можно измерить на определенном промежутке времени на котором мы планируем а как говорил Булгаков планировать надо ну как минимум лет на тысячу да вот вот Булгаков через своего персонажа спасибо за замечание поэтому нужно все-таки попытаться найти ту единицу измерения так называемый инвариант вещь которая не меняется со временем и в пространстве достаточно на больших промежутках времени и пространства и для этого я далеко не ходил обратился к известной работе внутреннего предиктора к пониманию макроэкономики государства мира тезисы которые вышли в 2000 году я так понимаю за 9 лет не только миллионы познакомились уже многие миллионы успели об этом забыть сегодня это мне кажется продолжает быть актуально ничего нового я по роду своей работы интересуюсь что такое деньги и вообще говоря со студентами мы это разбираем и получается что наверное все-таки рассказать по поводу инварианта прескуранта базового прескуранта если не подробно то упомянуть об этом необходимо для понимания просто дискуссии будет обозначить обозначить надо во первых это новый терминологический аппарат и насколько я понимаю если им не пользоваться то а пользоваться известными терминами как вот например деньги то там очень много умолчаний дело в том что само понятие деньги тоже претерпевало большое историческое изменение это тоже экскурс длинный но тем не менее я хотел бы подчеркнуть ключевой момент что под деньгами в начале имели ввиду некий товар который обладался многими качествами в первую очередь двумя существенными основными первое что он имел собственную потребительскую стоимость то есть нужен был всем и второе то что он был удобен для того чтобы быть эталоном для измерения цен других товаров в данном случае прескурант инвариантом и были это шкурки скот по названию денег можно это даже определить исторически если покопаться большой период времени зерно и золото являлись таким прескурантом инвариантом вернее прескурант извините и из-за удобства того что золото а не портилось дробилось а потом сливалось ну и прочее прочее наверное оно не то что победило а стало приоритетным золото было накапливано да и накапливать и хранить и прочее прочее преимущества которые позволили ему ну в какой-то момент доминировать но случилась эволюция денег когда мы от буквально золота перешли к банкнотам и к казначейским билетам то есть зачем носить железки давайте обмениваться расписками ну банкнота расписка да банка о том что у меня есть эти золоты я обменяю бумажки говорю что меняю золото а затем новая функция появилась средства платежа это наверное было еще в египетских храмах когда в еврейских общинах когда требовалось платить не шкурками или что ты производишь гончарными изделиями а именно золотыми слитками и в результате что получилось что разделились функции если золото продолжало еще быть товаром ну нужным или ненужным это уже второй вопрос вот мне например золото я вот не представляю зачем вот нужно в обиходе я вот не пользовался возможно и не буду то есть ничего не случится а второй вопрос это средства платежа я должен даже если бы жил в деревне и производил натуральным хозяйством должен был бы платить налоги за ту же землю там за электричество и прочие прочие вещи и как средство платежа у меня принимают бумажки вот и как раз произошла мне кажется подмена понятий связанных с тем что мы деньгами стали называть эти бумажки потому что их принимают в качестве средств платежа ну и кроме того вот опосредованно все таки тот же пресловутый доллар наверное не является зеленым фантиком как мы иногда в собереча говорим потому что существует все таки мировая экономика товары которые продаются на эти бумажки и пока этот уровень доверия существует это отношения между людьми то есть это перестало быть товаром это стало отношениями если мы доверяем если мы продаем согласно продавать за доллар вот Россия продает за доллары нефть, газ и лес значит доллар будет крепнуть перестанем продавать но многие задумаются но возвращаясь к метрологии от истории что же если нас не устраивает вот это вот разделение средств платежа и инвариант из курантов нам нужно как-то привязать деньги все таки к некоторому инварианту кроме того сами инварианты они тоже как товар меняют свою потребительскую стоимость это в истории известно ну и кроме того это можно сделать искусственно я вот даже сегодня утром когда планировал нынешнее выступление прикинул ну вот беремые энергорубли ну вот с завтрашнего дня а вот и стали под деньгами понимать киловатт часы ну тогда есть смысл за доллары купить электростанцию и не выпускать электроэнергию и тогда стоимость электроэнергии возрастет и как только она возрастет я стану ее производить на этой электростанции в результате получу больше товаров потому что электроэнергия в дефиците ну и так далее и так далее на самом деле рыночные отношения они взаимосвязаны с метрологией денег и тут нужно обязательно гласная политика и имитентов и государств то есть правила игры вопрос я правильно понимаю могу ли я напечатать этих энергорублей сколько хочу нет дело не в этом дело в том что сегодня мы можем посчитать сколько стоит энергорублей каждый товар при нынешнем выпуске электроэнергии но завтра если владелец солидный владелец электростанции захочет поиграть на повышение или на понижение у него это получится то есть цена в энергорублях изменится на тот же самый товар в результате того что увеличится или уменьшится количество вот этой энергии искусственно вот вот теперь как раз нужно переходить к тому что во первых так же как и золото должно циркулировать раньше циркулировать по определенным правилам а не лежало только участников да а должно быть какое-то понятное производство электроэнергии по определенным правилам и плюс метрология вот это вот сопоставление сколько стоит каждый товар в этих вот новых так называемых энергорублях и здесь как раз вот еще один термин о чем Вадим Михайлович упомянул это связано с технологией производства вот и КПД этой технологии и энергообеспеченностью данного производства но дело в том что сама энергообеспеченность она тоже ограниченный ресурс так же как и раньше было золото так и сегодня электроэнергетика ограниченный ресурс и поэтому я правильно понимаю что вот одна из проблем золотого варианта как раз стоит в том что золото на земле ну предположим 100 или там 200 тысяч и если экономика развивается быстрее чем производство золота составляла в начале 20-го столетия где-то одну сотую от того что сейчас то просто то золото в сто раз не стало больше да золото да так и вопрос стоит так а электричество которое прибавляется а вот дело в том что золото в основном производстве не используется это развитие оно должно как раз параллельно развиваться наше производство прямую зависит от производства от энерговооруженности да и не может развиваться быстрее чем развивается энерговооруженность здесь вот очень сильная взаимная зависимость и ну если вот избежать еще раз говорю специальных вот спекуляций с целью падения и опускания да то есть если поставить законодательно тарифы ну условно на определенный срок там на год на пять лет вот таким образом стабилизировав то создается балансировочный режим в результате которого цены тоже на все производимые товары если так как технологии быстро не меняются то они будут меняться и цены медленно так же как и технологии меняется немножко технологии меняется цена меняется энерговооруженность можно опять же говорить об изменении цены опять же если энергии больше чем производства, значит, цена энергии уменьшается, значит, цена товара возрастает. И наоборот, если мы производим энергии больше, чем вот... То есть себестоимость продукции должна падать? Несомненно, несомненно. Если идут процессы параллельно и управляемые, она будет падать. Особенно, если целенаправленно проводить политику удовлетворения демографически обусловленных потребностей, в силу того, что они, а, прогнозируемые, и, б, их можно удовлетворить, в отличие от паразитических, потому что придумать человек может быстрее, чем производство справляется с этой фантазией. А нынешняя система, когда человек не знает, куда потратить деньги, ну, удовлетворив первый спектр потребностей, что называется, ну, уводит всю экономику в русло, который эту же экономику разрушает. Ну, наверное, не буду больше занимать времени, потому что есть, наверное, и всем остальным что сказать. Вот выступление, основные проблемы... Да, именно обозначить так. ...варианта. То есть, здесь, давай, сейчас, вековинные, да, назначить, это будет... Ну, давай, я расскажу, что может принять обсуждение и пройтись по этим проблемам. Я как бы их повторю. Проблемы с золотым эмбриантом, они, для меня, не понятны. Золото не может быть столько, чтобы по существующим ценам распрощить всю производимую продукцию и услуги. Нет, дело в том, что оно и не нужно, оно перестало иметь потребительскую стоимость, которую раньше все-таки носило. Но именно это в десятки, в сотни раз. То есть, тут либо надо вводить что-то обманное, либо золото, которое является ввиду украшения, а женщины обязательно не могут, а мужчины покупать, это будет не нормальное. Более кавычка, если относиться с ценой, оно стоит там 150, 200, 300 тысяч долларов. Но без него ведь можно обойтись? То есть, оно не входит в круг демографически обусловленных потребностей. Но золото тоже для чего-то существует на Земле. То есть, возможно ли такое, вот с электронеткой? Не может ли получиться так, что введение... А хотя, вообще, говорить об введении, мне кажется, это бессмысленно. Помните, я давал бы таблицу распределение электронетки по странам. Дефекта, дефекта. Стандарты мэкобеспеченности существуют. Другое дело, что на языках фронт-дию, потому что все страны расположились в определенной иерархии по отношению к этому инварианту. Если Соединенные Штаты больше всех нарабатывают электронетки, то она и самая богатая страна. Дальше, следующий, Евросоюз, там Китай. Но стоит еще вопрос о негде вооруженности. Насколько не можете повториться то, что золотым вариантом? Мне кажется, что докладчик очень интересную тему затронул, но немножечко я ему пропонирую в связи с тем, что в чем был смысл предложен с киловатт-часом, в том, что киловатт-час, как и килограмм, всегда киловатт-час. И в этом смысле, вне зависимости от изменения какой-то внешней конъюнктуры, он сохраняет свою эталонную величину. Нет, но килограмм золота тоже килограмм. А килограмм, сам по себе всегда килограмм. Неважно, золото, стали, свинца, олова и так далее. Когда мы говорим о том, что он взаимосвязан с вопросом энергообеспеченности, безусловно. Но это несамодостаточное объяснение. В параллели, как минимум, существует другая проблема. Цена на тот или иной товар или услугу, да, может скакать, но она не будет скакать в киловаттах. Она будет зависеть от КПД, того или иного производства. От коэффициента полезного действия. А сам киловатт-час, как эталонное, измерение любого товара, он не будет меняться, в отличие от того, что сейчас происходит с долларом, с рублем, с иеной и так далее. Если не будет недостаток киловатт-часов, то... Сам по себе величина киловатт-час от этого не изменит свою номинальную величину вообще. Еще раз говорю, машина может стоить 100 киловатт-часов и миллион киловатт-часов. Одна и та же машина. Нет, это зависит от того, есть доступ к электроэнергии или нет. Вот ты не выпускаешь электроэнергию в Никарагуа, и будешь ее покупать. А покупать ты будешь ее по той цене, которую тебе предложат соседи. Понимаете, что помимо аспекта, я уже оговорился, что это связано с энергообеспеченностью. Но вот это не единственная как бы проблема. Помимо энергообеспеченности, все-таки цена будет определяться коэффициентом полезного действия. А сам эталонная единица измерения, как киловатт-час, она как раз не претерпит никаких изменений. Как и килограмм. Сам по себе никаких изменений не претерпевает. Потому что может быть килограмм, но он все равно килограмм. А что сейчас творится с валютой? Плавающие курсы, правильно? Ну, я с этим не знаю. И соотношение между этими гирьками, которыми измеряются все товары и услуги, постоянно меняется. А соотношение какой? Киловатт-час, он и есть киловатт-час. Это также вследствие отсутствия вариантов. Почему киловатт-час в России стоит 2 цента, а в Северном и Штатах в другую структует? А один и тот же. Потому что измеряют в разных валютах, с разными плавающими курсами. А если мы будем измерять самих киловатт? Нет, мы в долгах изменяем, а здесь и там. А мы же отказываемся от долг. Мы вводим измерения в киловаттах, и киловатт он будет и в Америке киловатт, и в России киловатт, и в Африке киловатт, и в Азии киловатт. Вот о чем речь. Это показатель того, что он должен. Тот вариант, который остается пока, таким золотом, уже не работает. А иногда киловатт-час электроэнергии стоило бы везде одинаково. Поэтому это только показатель того, что во-первых, инвариант, это объективные данные современные свидетельства, он всегда прислескивает. Хотим мы, нет. И вопрос второй, что инвариант, де-факто, киловатт-час уже работает, а де-юро его пока не оформили. И почему? А потому что это очень выгодно. Можно получать очень большое дешево с инвариантами. И отсюда не только, ну, можно всегда вычислить, почему доллар, например, стоит 30 рублей. А почему не 4 раза? Два фактора. Там вот приводится. Это непосредственно стоимость киловатт-часа. А почему-то у нас 2 цены. А в Америке 20 цены. Но еще и точно так же трудовой час в Америке 20 долларов, а у нас 2 доллара. Вот если все это вместе соединить, тогда получится приблизительно сумма людских и литератских. Вот именно. То есть это позволяет выстраивать неравенство экономических отношений. И современному рынку, который только говорит, что это самоуправляемый рынок, самоприводничество, самому не управляет, он управляет. И с показателем того, что мы управляем, разница стоимости киловатт-часа на Западе и на Востоке, Китае, Россию, Индии, в этом стране. Это выгодно. Почему? Потому что тогда электроэнергии, вырабатываемые от страны, где дешевле стоят, спокойно откачиваются туда. А у нас, что у нас есть электроэнергия, электроэнергия, так же, как и газ, и нефть. Почему течет туда газ и строится трубопроводка? А потому что это выгодно у местных людей. Разницу в 2 цента 20 долларов люди получают себе. И говорят, ну как же, зачем тут? Мы лучше продадим электроэнергию по 2 цента, а на эти деньги построим здесь что-нибудь. Вот такая идет имитация. Но все это вместе показатель того, что инвариант гипезолота, золотой стандарт себя уже давно не живет. Иначе бы вот это распределение золотого запаса было бы по всем странам, а не по электроэнергии. Потому что, если посмотрите на уровень жизни, бедные, богатые страны строго соответствуют именно количеству электроэнергии. Вот вопрос только добываемые или покупаемые. и отдельные вопрос опять же энерговооруженность производства в той иной стране. Это отдельно. Ты еще хочешь? Все, я не могу. Да. По поводу количества электроэнергии на человека, допустим, в США, в России и так далее, есть аналогичная статистика по количеству денег на человека. Ну, в тех же долгах. И как это соотносится? И здесь мы видим такую же точную картину. То есть, страны богатые, где большая зарплата и так далее и тому подобное. У них количество денег в экономике, прежде всего, я уже забыл, М2 или М3, наличность, кредит, и все остальное. Там обеспеченность доходит до 90% с многих денег в экономике наличной. То есть, доступна для обеспечения. Ну, самое энерговооруженное Исландия. Там 31, 39 тысячи кВт. Это платежеспособность управляет? И за счет количества денег в экономике на этой крови имеется возможность собственно говоря платить за те услуги и товары, которые необходимы. Если денег не было 20%. То есть, влезает к долларам исчислений и кВт.ч на душу свеет, да? Нет. Причем это о денежном показателе М1 и М2. М1 это наличных средств, денег на печатные. М2 это денег в экономике, то есть сфертуальных денег. Соответственно, сфертуальных денег как правило 85-90% обеспеченных бумажками принимают лучше. Правильно? Ну, как сказать, факт состоит в том, что, допустим, в России денежная масса всегда на минимальных уронах находится. То есть, физически, вот, допустим, кризисные платежи у нас в 90-е годы. Физически нет этих денег, чтобы с помощью института. Экономика России обеспечена деньгами, вот, оценки равных количеств от 10-15 максимум до 25-30%. Это делается специально, чтобы экономика не работала. Это кровь экономика. Несмотря на то, что энерговооруженность, энерговооруженность, количество кВт-часов, вектор энергии на душу населения, у нас сопоставимо с Европой. Вот, причем в Европе тоже разные страны, по-разному, но сопоставимо с Францией и Германией. В Великобритании в два раза меньше 20-20 часов на душу населения. Это вообще энергетическое не заключение. То есть, в принципе, по этому показателю, если бы экономика работала, а что значит работа, куда деньги нужно запущено, куда деньги не дают. Все предприятия фактически не за кредитовки, они требуют кредитов, говорят, возьмите, но по 30% ясно, не на это работа. То есть, это абсолютно продуманное, никакой рынок, ничего здесь не у меня в связи с этим такой вопрос, что мы сейчас рассмотрели количество электричества на человека, ну допустим, в развитых странах он отстал, выяснили, что действительно есть вот это преимущество отсюда и кроме того, есть обеспеченность деньгами той же экономики. Так вот, вопрос, что первично в данном случае и как эти две обеспеченности между собой связаны. То есть, можно ли, допустим, в экономике без обеспеченности электроэнергии, но накачав ее деньгами, получить высокий уровень жизни и наоборот, можно ли, допустим, в экономике, ну это мы видим, например, в России тот же, что при количестве электроэнергии достаточном, в общем-то, сопоставимом с той же Европой и отсутствии при том же денег в экономике, мы видим полный развал. То есть, вот мне кажется, вот эти две обеспеченности, да, их надо всегда вместе рассматривать, то есть, в текущем положении. Можно ли я пару слов зашал, я хочу вот немножко с другой стороны посмотреть, вот сейчас обсуждалось, как мне всего одном там черном ракурсе. Вот если мы хотим, чтобы на словах экономической жизни, то понятно, что нам подготовят управленцев соответствующих, которые понимают процессы предстоящей общества. А раз так, то мы сами должны хорошо понимать, что такой процесс функционирования экономической системы в обществе. В связи с этим, мне кажется, но это мое такое текущее убеждение, что деньги – это исключительно информация. Вот давайте подумаем, как эта информация влияет на экономическую жизнь. Ну, представьте себе государство, как нанесенные цены. что может сделать государство. Государство может сказать, ага, вот, или государство и частный бизнес, что они могут сделать. Частный бизнес может предложить, вот я умею делать такие-то повары, если государству интересно, то давайте запустим этот процесс, чтобы в условиях, так сказать, разделения труда заработали все предусмотренные цепочки, это учет, а учет деньги. А деньги, я еще раз почерплю, какие-то информации. Государство, значит, соглашается, возникает такой такой социальный договор, значит, что делать государство? Да, ну, просто пишут в листочке бумаги, там, файл и компьютер, что в таком предыдущем и в таком предыдущем, и в таком соответствующем производстве заработка. Студенты всегда задают вопрос, а как же вот, тут было пару денег, вот деньги, куда ушли, а куда же они в конце концов вбивались, в такой совершенно резкий вопрос. Чтобы на него ответить, надо представить себе для того, цепь. Эмиссионный центр дает информацию для денег, которые мы условно называем денег, в одной отрасли и в другой отрасли. Так вот, а что дальше происходит? Произведение товар номер 1 и товар номер 2. Тут участвуют люди и тут участвуют люди. Этим людям нужен товар номер 2, а этим людям нужен товар номер 1. Значит, происходит торговля, и вот, значит, вот эмиссионный центр запустил деньги в одну сторону и запустил деньги в другую сторону. На рынке эти деньги, в конце концов, встретились, значит, и бизнес по социальному договору бизнес номер 1 должен вернуть этот кредит государству, отчитаться, что эта информация была потрачена и, значит, свернулась в эмиссионный лиц. так вот, эти деньги проходят этот труд, а деньги в отрасли номер 1 они прошли через выбор номер 2 ворот. Все было бы хорошо, если бы вот таких отраслей было бы одна, две, десять, там, не такой-то обозрения было бы не так. Но, в смысле, тысячи, если бы, десятки тысяч, они бы обозрели. Что в этой ситуации также контролирует этот поток? Также контролирует в естественных науках контроль осуществляется на основе этих датчиков. Датчики построены на объективных процессах. Значит, если мы скомпровируем курс воздушного судна самолета, то объективный датчик, мы также берем гироскоп, который вращается в одной плоскости, если корпус корабля отклоняется от курса, возникает объективный узок между обращением корпусом корабля, то есть измерения всегда эффективные измерения всегда построены на объективном изменении. Значит, если мы хотим с такой сложной структурой, как экономическая жизнь общества, наладить эти измерения, нам нужен именно объективный датчик. Значит, мы должны выбрать, для измерения мы всегда должны выбрать некий процесс, более-менее удачный эквивалент, который сопровождает этот процесс, который мы собираемся контролировать. Так вот, по всей видимости, вот эта вот идея энергии вверх, она возникла не случайно, а по той-той причине, что именно процесс распределения и сопровождает производство товаров абсолютного сердца точки. я предлагаю вот как бы особенно тех людей, которые даже в каждой квартире стоят еще дальше. Да, совершенно верно. те люди, которые преподают, связанные как-то с экономическими дисциплинами, вот пожалуйста подумайте, а как вот, я чуть сам до конца ответов не имею моих последствий текущего момента. Значит, вот как же все-таки вот это распределение потока электричества в экономике государства используют именно как датчик для движения с одной стороны товаров на рынке, а с другой стороны вот этой информации, которую мы не знаем в современном территории. Потому что поток электроэнергии сопровождает еще два потока и он более-менее универсален, поскольку действительно все сейчас может быть привязано к применению электроэнергии. Так вот, если нам удастся именно сопоставить, соизмерить вот этот два потока, один из них информационный введение, а другой поток потребления электроэнергии, тогда, видимо, мы сможем ощутить, а также все-таки тут вот эти два-месяца связать. То есть, моя идея в чем? В том, что распределение электроэнергии в экономике это некий объективный датчик информационных процессов. Его и надо пытаться приспособить для построения... почему в России была создана единая энергия системы, и Россия была плиматизирована и готова перейти, это неудовое постановление, по обеспечению... если всех пострелять. Кстати, на нашем комментариях вот эта тема товарной технологической технологии... финансовый счет и технику технологического... это вот и есть разница на чем все делать. и информация должна быть абсолютно защищена. Потому что как только мы это осознали, сразу возникают такие задачи уже более глубокие, задачи в следующем году. А как в этом понимании круглооборота информации и единых товаров как смоделировать накопление наследия? Очень просто. Вот из этой книги есть некий кранчик, из которого деньги вытекают некий такой вот резервуар. Эта информация она как бы копится в значении определенных счетах. Вот об этом хорошо писала Марго Эвкенна в своей книге книги с плацентной информацией. Она говорила так, что если человек накапливает на ту самую объективную свою потребность на квартиру, на дом, то что им действительно для жизни нужно, то эти деньги считаются нормальным накоплением не предлагаются налогом. А если он их прячет как террориста, значит, взял врезку нефеклова и, так сказать, их просто оборудить, а под этим выросло не очень точное слово, то он просто сидит на трубе и часть информации незаконно хранит на какие-то счета. Марго Эвкеннеди очень жестко предлагала поступать в такие следующие. То есть сразу же налоги на то, что фирма, на то, что завод не использует свой ресурс в общем обороне. В общем, если деньги не обращаются, за это надо платить. А что такое плат? Это значит стимуляция снова вернутых в природовую систему интернет. Потому что она так и говорила, вот яблоки портятся, деньги нет. Андрей. Ну, я бы хотел сказать, что вот этим информационным каналом для того, сколько было затрачено труда, электроэнергия, неважно. Как раз вот те журналы раньше были, восьмерки ставили. Вот, собственно говоря, сколько было потрачено туда дней, туда часов, людей, вот тебе информационный канал, сколько человечество затратило на производство всех товаров на планете, допустим, производя вот в такое-то время. Сейчас пытаемся обсуждать энергонавариант, энергонасыщенность. В принципе, тот же вариант, можно и в энергии затраты, которые человечество понесло на производство этого валового продукта. Но, по большому счету, все это извращается, если стоимость вот этих разных странах вот этого энергии, энергии денег, энергии, ватт этого, значит, по-разному стоит. Как Барий Михайлов сказал, что этим можно регулировать потоки вот этой самой энергии, так сказать, в нужном направлении и, соответственно, обирать вот эту разницу. Бедные страны делать еще беднее. Еще беднее, да, богатые будут набирать. Вот, поэтому, по большому счету, так сказать, не в инварианте делать, что мы меряем. В часах или в энергиях, может быть, что-то еще при... И золото, по большому счету, ограничивало количество денег, не более того. Оно... В нем померить, так сказать, сколько стоит, там, не знаю, производство телевизора, машины, а золото, оно некий ограничитель был. По большому счету, вот это ограничитель, и нужно сейчас как-то придумывать, как ограничить штаты, печатать деньги. Как, допустим, включить план в России, печатать столько, сколько надо, не пойти по пути штатов. То есть, по большому счету, проблема-то не в инварианте, а как ограничить... А это люди делают, а это придумывают совсем другие люди. Как вот эти законы, как сделать, как Леонид Михайлович говорит, возможно, управление идет вот на этом уровне. Как сделать так хитро, в чем бы вы ни считали, так сказать, эти продукты, стоимость, перекачать деньги вот сюда, в кармон, в Фицарию, или там, или, в Штаты, или в Англию. Вы, как раз, не знаю, как срезонировало с Денис Котт, с Ампиадом, который я сформировал на облагаю сообщение, что, если мы говорим о экономике, как о управляемой системе, говорим о том, что герархия власти в основном управляемой системе, безусловно, правственное, профессионального узора этой власти, которая будет вводить анализы этой системы, понимание динамиков, динамики процессов внутри, и, соответственно, регуляторный фонд с функцией обладать, чтобы, во-первых, говоря, она не обирала население, ухожие, собственно, то есть, возможно, и паразитировать. без наличия и людей, которым доверяет народ, невозможно построить систему на любом ингренции, на электричестве, на золотом, на землю. Нет, нет, золото, все-таки, как помощь некая, а все-таки строить трудодни, не было золотом, а золота, сообщение сформулировал такое видение денег. Деньги — это бумага, обеспеченная доверием в том, что она будет и дальше являться справедливым средством обмена товарами и услугами между странами и внутри стран в организованной торговле. То есть, если, например, это понятие «попробовать проверить», то у нас ключевые слова возникает «доверие», ключевое слово «справедливый» и «средство обмена». Соответственно, чем мы можем обеспечить доверие и справедливость, кроме как морально-этическими нормами, которые соблюдают графически лучшие операторы системы? По-моему, никаких физических инструментов о том, как заставить их соблюдать не придумано. И здесь возникает следующий вопрос. Какова справедливая стоимость товара и услуг будет? То есть, вот, картина художника, она никакой энерго не будет стоимости иметь. И музыка, музыканты точно так же не будут. О! И футболист. Абсолютно. Который получает. Я вот разложил, условно говоря, из чего состоит стоимость предмета, или произведения, или продукта. Это единица своего труда, некая единица своего труда. Понятно, что самая известная единица это часть, плюс квалификация. Продавая теоретическровенность. Вторая, как бы, это единица своего творчества, которое вообще трудно померить, потому что творчество как раз стоит больших денег сегодня, именно творчество. Самое большое трудно померить в обществе. И это уже неудовольствие. Безусловно. Да, для кого-то удовольствие неудовольствие. И третья составляющая единица востребованности. Что я хочу эту машину такую, а не такую, и готов заплатить за нее миллион, а не пятьсот тысяч. То есть вот если бы да, соответственно, вот ну, на вот эту имеется в виду, что вот этих аспектах это понятно. Вот Михаил Иванович понимаете, говорить об инвариате самом по себе это очень-то не очень продуктивно. Был поставлен вопрос, что первично. Первично концепция управления производительными силами. По отношению к концепции управления производительными силами вторично экономическая наука и производственная отдача той системы производства, на которую опирается отчество и жизнь. Второй момент. Откуда берутся деньги, откуда берется торговля? Если смотреть на этот вопрос с точки зрения теории управления, то вообще нет торговли. Почему? Потому что размеры общины относительно небольшие. Все более-менее всех знают и своим производственным продуктам обмена в общем-то в пределах общины идет управление директивно-адресным способом. То есть кому, что, когда делать, у кого забрать сырье, кому поручить передать готовый продукт или полуфабрикат. И точно так же директивно-адресно распространяется продукт конечного потребления, ради которого из-за тела известно. Но директивно-адресное управление, тем более из одного центра исходящего, оно имеет свои пределы. По быстродействию, по объему переработки информации, которую управленцы в состоянии переварить и выдать директиву. Соответственно, невозможность осуществления продукта обмена на основе директивно-адресного управления это объективный фактор. И именно он порождает торговлю. Торговля возникает там, где невозможно управление продукта обмена на директивно-адресном основе. Первоначально торговля возникает как миновая. То есть продукт меняется на продукт, каждый из продуктов полезен так или не лучше. Но есть статистика услуги. Да, продукт, но услуги это тоже продукт. Но так или иначе есть статистика взаимной удобообменности. Вот в этой статистике выделяются те продукты, которые наиболее удобообменны. Появляются деньги. Если говорить об объемах производства, то они действительно всегда были ограничены энергопотенциалом общества. Вопрос только в том, в чем выражался энергопотенциал. в урожае, которые шли на прокорм людям и скоту рабочим, либо энергопотенциал выражается как сейчас в объеме производства электроэнергии, которую мы можем загрузить в производство. Дальше, если вот от этой объективной данности обращаться к концепции управления, то экономическая наука обслуживает концепцию. Если хозяева концепции заинтересованы в том, чтобы все задарма и шачили на них как скоты, будет одна экономическая наука. Если общество осознает себя как хозяина своего производственного потенциала и своей судьбы, будет иная экономическая наука. Экономическая наука, которая доминирует в системе образования, она выражает финансово счетный подход, и она ориентирована на то, как создать автоматические условия, в которых общество ишачет на хозяев концепции. Ничего другого там нет. Для того, чтобы были автоматические условия, есть трех профессиональных экономистов, у которых словарь экономических терминов толще, чем вузовский курс математики, это косвенное показатель слабоблудия экономической новой. Но там нет проблемы в том, чтобы появился термин вариант прескуранта. Вариант прескуранта появляется только в экономической теории, которая ориентирована на то, чтобы все осознавали себя хозяинами, соучастниками процесса управления общим своим производственным потенциалом. И там действительно инвариант прескуранта становится ключевым понятием в обеспечении метрологической состоятельности всех экономических моделей и всех экономических теорий. Но кроме того, сам термин инвариант прескуранта оказывается бессмысленным вне прескуранта и отношения к прескуранту. Если вы смотрите на макроэкономическую систему с позиции его хозяина, то в цене есть два фактора. Первый накопление себестоимости в процессе производства. Второе котировка, которая не имеет никакого отношения ни к себестоимости, ни к производству. Можно котировать товары так, что их цены упадут ниже себестоимости и производство этих товаров рухнет. Можно котировать товары так, что цены будут много выше себестоимости, И отрасль производитель будет просто с жиром виситься, потому что не в состоянии реализовать свою доходность каким-то иным общественно-созидательным способом. Но если вы находитесь на позициях хозяина производственной потребительской системы и решаете задачи управления обеспечением фактического, а не виртуального благосостояния труженика, то цена не более чем ограничитель объемов потребления платежеспособность у населения. Далее. Тут поднимался вопрос о восьмерках, которые писали. Трудовая теория стоимости метрологически несостоятельна. Да, можно посчитать, сколько нужно пахать землекопом для того, чтобы вырыть канаву от забора до обеда. Но, когда заходит вопрос о творчестве, по одному надо пять секунд для того, чтобы решить сложнейшую задачу. Другой не решит ее никогда. В человеко-часах эти задачи не управляют. Но, тем не менее, все творчество, так или иначе, выходит в научно-технический прогресс. И тогда, если решается задача об управлении макроэкономическими системами, тогда возникает потребность в обеспечении метрологической состоятельности кредитно-финансовой системы, и ее функционирует. И тогда появляется потребность в инварианте прескуранта. И действительно, если мы ориентируемся на удовлетворение реальных потребностей людей, а во многоотраслевой системе все связано через электроэнергопотребление в современных условиях, макроэкономика – это межотраслевые балансы де-факто, и модели межотраслевых балансов на будущее, как основу управления, то если всем этим экономическая наука не занимается, она просто не нужна. Это шарлатанство в особо крупных размерах с признаками измены родин. Если вот эта экономическая наука и управлечистосостоятельная построена, то неизбежен идейный конфликт общества на тему «Какой экономической науке вы привержены, и как вы реализуете ее в политике?» Это вопрос к прошлым режимам и к нынешнему режимам. И опять же, возвращаясь к Сталину, Сталин теории не имел экономической. Если бы он попытался огласить что-то подобное, его бы похоронили быстрее, чем окружающие поняли, в чем дело. Но тем не менее, его экономическая практика лежала в русле концепции, что труженик должен жить хорошо и год от года лучше. И прескурант действительно, как ограничитель объемов потребления, при правильной макроэкономической политики, приводил к тому, что цены год от года государство могло снижать. И не только могло снижать. И снижать. Нынешний не в состоянии объяснить, для чего существует экономика, и почему за 20 лет реформ простой человек не видит отдачу от этих реформ в современном образе жизни. Но ишачить на олигархию простой человек не будет. Поэтому модернизация, о которой говорилось и на связи с «Единой Россией», она обламывается от два фактора. Фактор первый. Экономическая наука – это шарлатанство в особо крупных размерах. Игра в наперстки в особо крупных размерах. На основе этой экономической науки модернизация не может быть осуществлена. Второй фактор, главный. Люди не хотят работать. На этот режим я кладу голову. Причем режим, я понимаю, не персональный, а режим экономических отношений. Режим функционирования макроэкономической системы. Вот, в общем-то, и все. Значит, я хочу добавить такие следующие. Мы подняли такой вопрос, что Николай Викторович Павлович сказал, что никакая модернизация, потому как она идет на Запад и на Восточ, в России уже не пройдет. Модернизация прошла на основу экономической науки, в которой действительно можно пропустить цель как глобальная шарлатанность. Есть и даже все, что выражено в ракуре, в тех же целях макроэкономики, недоведено до всего общества, и общество не до конца понимает вот те проблемы, которые сейчас обсуждаются. Я могу сказать, что это проблемы и не варианты без прав, как некого эталона измерительного в науке экономической будущей. Это вопрос политический. Если вы подтверждаете тем, что в июле сразу мне 10 минут дали, потом сказали, ваше время и сделали тот же перерыв. И, конечно, большинство там присутствующих, а это был директор академического института финансов, это вопрос из-за того, что я не уверен, что она приняла. То, что Михаил Леонидович сейчас сказал, я где-то обытрею могу сказать. Особо крупных агент. Но они поняли одно. Мы не праздновали, не сказали. Накапливать капитал, как они сейчас, выпускать акции, возможно ли при эмбарианте конспирантов, а с вами не кировали сейчас, выпускать и капитировать акции, которые еще пока не стоят, невозможно. Все. То есть спекуляция, а по сути это не спекуляция, импразитирование невозможно. Все, вот это до них дошло. Как это, раз это невозможно, далее говорю, ну это другая экономика. Дарья успел сказать, к нам в счетном подходе, мы это слушаем, технико-технологические причины не отключаются в экономику. Но я все время боялся, сейчас я только как скажу, вариант, то есть право, чтобы начать здесь, если вы тоже без веков и прибыли. А прибыль возможна? А прибыль возможна. Тогда возможно торговля акций будет. Торговля будет? Да ничего не изменится. Вопросы, соответственно, в другом. Куда идет прибыль? Нет, понятно, все, диалогия, понятно, нарушена. Сейчас все в одну сторону, к богатым отбеду. С этим все хорошо сейчас. Я только убедился, что не вариант прескаратора, а вещь, я в чём, метрология, метрология новой экономики и старой экономики, это просто политическая, не чистая политическая. Сейчас никакой метрологии нет. На что сейчас опирается? Какая? Можно, кстати, не на восьмерки, не на энергии. Можно, кстати, заплату текущей метрологии? Да. Мне не подружало, что не на что опереться. Но близкая концепция, да, она, кстати, зачинатели, да, они вынуждены были решить вопрос с метрологической обеспеченностью. Ввиду того, что, значит, сама концепция, скажем так, даже не концепция, а её отношение к большинству населения. То есть она изначально не была заточена на то, чтобы давать правдивую информацию или там истину какую-то давать для людей. То есть она, наоборот, должна была большинству предоставить искажённую картину в неё. Поэтому для всех метрология, ну, может быть, любой. То есть она не обязана адекватно отображать объективную реальность. Вот. Ну, очевидно, что метрология основана на деньгах. Более того, как раз, вот на интеллектуальном деньгах, то есть на кредитном деньгах. Потому что все долговые расписки, ну, или деньги, которые у нас сейчас есть, это на самом деле долговые расписки. И всё это ещё даже в Библии сказано. Ну, часто цитируется насчёт выдачи в долг и запрет на выдачу в долг в рапусе вернует. в итоге я просто хочу несколько примеров, да, из западного общества, то есть из Соединённых Штатов, по поводу того, как деньгами можно измерить практически всё. То есть это текущее положение. Ну, например. Ну, самое простое это время. Мы его измеряем в часах, можно измерять в деньгах. То есть время деньги, это устоявшаяся поговорка, подаётся во всех финансовых институтах. То есть я стою, допустим, не я стою, моё время стоит 20 долларов в час, чьё-то время стоит 15 долларов в час. То есть время будет измеряться деньгами. И так оно и есть, в принципе. Это в бытовой жизни звучит приблизительно так, что я не буду тратить время на эту фигню, потому что оно у меня очень дорогое. и множество, множество, множество основанных на этом, так сказать, факте высказываний и поведенческих каких-то уже шаблонов. То есть человек, оценивая, допустим, необходимость что-то сделать, будет считать, сколько это именно, так сказать, в час обойдётся. Вот это, допустим, по времени. То есть я метрологическое, так сказать, обоснование вообще деятельности библейской цивилизации для большинства. Дальше, расстояние. Да, мы его мерим в километрах, метрах, ну и так далее, ещё со школы. В принципе, это расстояние также измеряется в деньгах. Допустим, получается так, что, ну, например, в России, допустим, долететь там, ну, переместиться из Москвы в Владивосток будет стоить дороже, чем, допустим, из Москвы в Нью-Йорк. То есть за счёт этого расстояние до Нью-Йорка оказывается ближе. например. Меньше. Да, то есть это, ну, да, расстояние меньше, если его мерить в деньгах. И фактически условия глобализации, то есть когда транспортная инфраструктура развита, за счёт вот контроля над ценами на передвижение, то есть это и цены на бензин, цены на билеты, скидки и т.д. и т.п. То есть можно добиться, что, допустим, расстояние, по необходимости. Оно будет совсем не то, что мы измеряем километр. Ставка финансирования регулируется. Вот эти километры стоят. Ну, это очень многослесо. То есть есть более... Но это только говорит о том, что это не метрология. Да. Это метрология, но... Это метрология, но... Это метрология, но... Это никакого отношения... Но этим пользуются. Это метрология неадекватная жизнь. Да. Она изначально предполагалась, что она не будет адекватной жизни, потому что это, так сказать, для всех. Сами-то они, естественно, представляют себе, в каком мире они живут. То есть те, кто это метрология. И доходят... Ну, я могу, так сказать, даже на вопросы отвечать, как в деньгах измерить, допустим, что-то. Но доходят до такого, что, допустим, говорят, вот она выглядит на миллион долларов. То есть внешний вид измеряется в деньгах точно так же. Или, допустим, какие-то уже человеческие качества, которые не привыкли к мерить деньгами, там это запросто может измеряться. То есть, допустим, перспектива студента, который подарил надежду, это измеряется тоже очень просто. То есть, если этот студент, допустим, из бедной семьи, он может взять кредитное образование. Так вот, когда ему его будут выдавать, процентная ставка, размер кредита, все это будет зависеть от тех тестов, собеседований, которые он пройдет. Соответственно, его потенциал, допустим, творческий, будет четко измерен в деньгах. То есть, кто-то это сделает, поставит подпись, и, так сказать, ну, естественно, может быть какая-то ошибка, как и в любых измерениях, в общем-то, даже в физических экспериментах. Но, тем не менее, вот такой потенциал он тоже будет в деньгах выражаться. То есть, мы имеем, скажем так, что мощь Голливуда, да, она вот эту метрологию несостоятельную изначально насаживает всеми возможными средствами, потому что западное кино, оно изобилует вот этими из-под воль, да, высказываниями по поводу того, как измерить в деньгах то, 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 и вообще все практически, что только можно. Вот, соответственно, ну, в основном, когда это впитывается скульптурой, человеку, который воспитан вот на такой метрологии, да, которая очень легка в использовании и в понимании, да, потому что она настолько, ну, скажем так, присутствует в жизни, в каждодневных каких-то вещах, что такому человеку рассказывать об объективной реальности и о том, что, допустим, что-то выраженное в деньгах на самом деле вот в километрах там будет совсем другое. То есть, это будет очень тяжелая потливая работа по приведению в чувство тех, кто привык все измерять в деньгах. Ну, это мое мнение. Вот, потому что соблазны, которые в связи с этим и простота из-за того, что, ну, скажем так, средство измерения, оно всеобщее, то есть, деньгами пользуются все и оно наглядное. то есть, не нужно быть физиком, чтобы понять, что 100 долларов больше, чем 50, да? И это вот кажущаяся легкость в использовании и в приведении вообще всего под единую вот эту метрологию. она, в общем-то, достаточно опасна. В общем, эта метрология абсурдна. Да, это с наших позиций, но не с позиций тех, кто воспитывал этой культурой и привык этим пользоваться. Это не метрология, это подмена метрологии и котировки. То, что котировка... Там метрологии нет, это котировка. Это подмена. Есть очень ключевой параметр, который очень часто остается закадом, но вот говорили уже здесь, что энергообеспеченность, если ее последить, она как бы ранжирует страны. Есть еще один параметр, который тоже ранжирует страны и примерно совпадает с энергообеспеченностью, но обычно остается умолчание. Это доля зарплаты в ВВП страны. И настолько вот бросается в глаза, например, в штатах она колеблется от 70 до 80%. Да? Представляете, вот есть весь ВВП, то есть конечный продукт сами. А вот доля зарплаты в нем от 70 до 80%. Теперь что по этому поводу в России? В России от 12 до 18% вот за времена реформ доля зарплаты в ВВП гуляет. Во что это в конечном итоге выливается? Прежде всего, в том, что мы работаем больше, чем потребляем, а в Америке наоборот. Значит, потребляем гораздо больше, чем работаем. конечно, я думал над этой проблемой, что вот может быть самое оптимальное соотношение будет 50%, да? Потому что в конечном итоге все складывается из зарплат, и эти же зарплаты потом на что-то тратятся. Но очевидно, что вот этот показатель очень здорово отражает и благосостояние общества, поскольку это напрямую покупательная способность населения, и скорость обращения денег в обществе. Ну что можно говорить, если в России меньше 20% приходится на зарплату? А остальное куда идет? В Японии вводили закон о другом. Не менее 70% должно было уходить на заработную плату. Вот о чем дело. Вот японская экономическая экономика. Вот поэтому только наша экономика обеспечена не более чем на 20%. Вот я считаю, что они между собой, вот как вывод, вот эти показатели коррелируют, коррелируют, потому что они очень сильно взаимосвязаны. Точка не имеется? Вот Алексей Васьков давно просит. Да, спасибо. Я давно уже хотел задать вопрос, который напрашивался уже с самого начала, и вопрос этот простой. А что такое деньги? То есть вначале говорилось, что в качестве денег, да, я подчеркиваю, в качестве денег, а не деньги, использовались различные товары, там, зерно, шкуры, металлы. Вот на текущий момент много используется золото и так далее. Потом была версия, что деньги это расписки долговые, банковские и так далее. Но в конечном итоге хотелось бы все-таки обратить внимание вот на какой вопрос. В принципе, 80% того, что я хотел сказать, уже сказал Михаил Викторович. добавлю и акцентирую вот на чем внимание. Значит, деньги это информация обобщающего характера, экономическая информация обобщающего характера, которая выражает количество товаров и услуг, то есть, проще говоря, материальных благ, произведенных экономикой. Это если с точки зрения какой-то вот закрытой системы экономики. Если смотреть с точки зрения подсистемы экономической более низкого иерархического уровня, то это объем товаров и услуг, которые эта подсистема более низкого уровня может потребить именно произведенных товаров и услуг. То есть, проще выражаясь, если мы выпустим много денег, но не выпустим под них товары, то вся выпущенная масса денег распределится по имеющимся товарам. То есть, вот такое важное замечание. И еще один вопрос, который тоже следует обсудить, и я думаю, на нем стоит заострить внимание, что такое стоимость. То есть, деньги это способ измерения стоимости. А что такое стоимость сама по себе? Опять же, обращаю внимание, что использовались два термина себестоимость и котировка. И если возвращаться к автомобилям, то на производство одного и того же автомобиля, ну, в среднем, в разных точках мира, можно сказать, что используется определенное количество энергии. Котировка, как ранее замечалось, может быть, может отличаться от стоимости и в разных точках мира в разы. И накладывается на нее в том числе и дефицит произведенного товара, и какие-то накладные расходы. Котировка не имеет никакого отношения к стоимости. К себестоимости. То есть, котировка задал же вопрос какой стоимости. Да, да. А стоимость это баланс взаимных притязаний. Хотелось бы все-таки, да, вот этот вопрос более полутора скрыть, что такое стоимость. Ну, вот, в общем-то, все. По котировке, я думаю, что с этим связана ориентация экономики на какой-то спектр потребления. Достаточно деграцино-произитарные или демографически обусловленные. Потому что от этого будет зависеть, насколько котируется товар. Если, скажем, ориентация идет на дегреционно-произитарный спектр, то котироваться будут определенные товары и прочее, а все остальные будут укладываться по остаточному принципу. Если ориентация на деграфически обусловленные потребности, то они будут укладываться в первую очередь. Я думаю, котировка связана с этим Демографические обусловленные потребности, они объективны по своей природе. Как бы ни крути, их все равно придется удовлетворить. Они будут как-то всегда, да. Но во многих обществах, в том числе и наше, некоторые демографические обусловленные потребности удовлетворяют по остаточному принципу. То есть, опять же, котировка связана с концепцией. Можно уточняющий вопрос? Я хотел, Виталий Литович, спросить. Правильно сказать, что котировка – это, по сути, накопленная себестоимость плюс рентабельность. И рентабельностью мы как раз управляем через налогу. Бухгалтерски оно получается так, что цена – это себестоимость плюс котировка. А котировка, она либо со знаком «плюс» оказывается. Ну, это то, что мы привыкли понимать под рентабельностью. Да, ну, в общем, под рентабельностью, управляя котировкой цен, мы управляем рентабельностью. Это волонтаристская, я так понимаю, вещь, да? Которая назначается субъективная. Это может быть корпоративный сговор, может быть социальный психоз. Ну, если ты не регулируешь, будет регулировать рынок. Речь идет, что есть другие регуляторы, кроме рынка. А, то есть, там все регулируют. Рынок, потому и регулируем. Да, да, да. А не сам по себе. Ну, надо, с другой стороны, на рынок не выйти, захотеть продать, вот почем хочу, не получится. Рынок регулирует. И по официальному повышенному монополисту пополненцу. Мы можем либо считать дополнительным слогарем, либо считать, что вот вся цена есть субъективная. Вопрос в другом. Значит, возможно ли, вот котировка, о которой, ну, красноречиво рассказал, это правильно Михаилович сказал, то, что представлено как метрология еврейской цивилизации, это, по сути, котировка, ну, в таком абсурдном уже. Так вот, возможно ли, при, это все возможно при финансово-счетном подходе, а возможно ли, при технико-технологическом, административно-технологическом, это, ну, технико-технологическом подходе. И при той экономике, о которой говорил Михаил Викторович, который будет заточен на то, чтобы обеспечить управление и самоуправление технико-технологическим подходом, и при наличии инварианта в качестве киловатт-часа электроэнергии, возможно ли такие кераменты? КПД, дано регулировать стоимость денег. Нет, именно вот, ну, вот, выступление Дорофеева второго, как раз показатель того, что можно довести все до абсурда, где все продается, все покупается, все меряется. Возможно ли, при другом подходе. Значит, давайте посмотрим на цены, несколько с иных позиций. Предположим, мы имеем государство-суперконцерн. Мы находимся на уровне управления государством-суперконцерном ФСО. Значит, на внутреннем рынке оно не получает никаких прибыли, кроме объема эмиссии. Не получает никаких убытков, потому что там все это перекладывали из одного кармана в объеме. То есть прибыли и убытки могут быть только во внешней торговле. С другой стороны, макроэкономическая система государства-суперконцерна, в которой есть место и плану, и рынку, и директивно-адресному управлению, и саморегуляции на рыночной основе, это суперсистема. Если мы смотрим на цены внутреннего рынка, то цена – это себестоимость внутрисистемного уровня, общесуперсистемного уровня. Дальше, если мы вводим понятие «структура функционально обусловленных расходов предприятий». То есть что туда входит? Расходы по поддержанию текущей деятельности. Это оплата поставок и текущая зарплата. Дальше – отчисления фонда развития предприятий, страховые и так далее. Все это некоторым образом иерархически упорядочено. И потом, когда заканчивается себестоимость предприятия, там появляется разница между ценой и себестоимостью. Вот эта разница с точки зрения теории управления является мерой запаса устойчивости функционирования предприятия. Но в то же самое время, эта разница плюс себестоимость – это себестоимость общесуперсистемного уровня. Ее назначение – чисто управленчество. Относиться к цене как к идолу, чем больше, тем лучше – это глупость. И на общесуперсистемном уровне баланс, в общем-то, одна из задач управления – это поддержание баланса рентабельности всех отраслей. Ликвидация межотраслевой конкуренции за прибыль. Конкуренция может быть только внутри отрасли. Там конкуренция является стимулом к повышению эффективности производства на одном отдельно взятом предприятии. Но никогда не надо забывать, что все должно складываться в суперсистему. Причем, когда я говорю «суперсистему», я подразумеваю раздел достаточно общей теории управления, который, в общем-то, многие не читают. Сейчас, значит, одно дополнение. То есть, Сталин действительно не имел какой-то теории управления. И не писал, хотя он писал работы «Терминический правильный социализм». Но он вышел на понимание того, что себестоимость, если правильно организована суперсистема, должна падать. И вопрос только в том, как – повышать зарплату или снижать цены. Он пошел по линии снижения цены. Но это уже совершенно другая экономика. И теперь, совершенно очевидно, что если будет другая экономика, теперь, когда она уже научно обоснованная, распространена, то невозможно будет, как это на протяжении всей истории цивилизации, постоянно, это же все они воспринимают как само собой, постоянно повышать цену. И если в тот период, после Сталина, они не решались повышать цены, то сейчас все, это снят барьер. Цены ежедневные, ежемесячные, ежегодные растут, и все с этим мирились – это норма. Но это как раз не норма, это абсурд. Именно потому, что развитие-то не останавливается, включаются новые технологии, строятся новые электростанции. А экономика, да, так заточена, она на это заточена, чтобы цены росли. Потому что только так могут паразиты жить за счет людей труда. За этим все скрывается. И сопротивление будет ужасным. И все попытки говорить о том, что современная экономика, научная экономика, все доктора экономических комитетов наук шарлатан, их целая армия. И у вас под это заточена определенная философия, которая все это основывает. Но они только, на них держится вся эта олигархическая система. А рост цен – это нормальный процесс. Да, выровнена Сталина только когда Советский Союз выходил на Мешкингренок, там была прибыль. Внутри никакой прибыли не было. Это началось с Косыгина, с его реформ. Почему Косыгин? А? Либерман же делал. Ну, Либерман. Потому что Советиком у Косыгина был Либерман. А такой вопрос. Если де-факто существует энерговариант обеспеченности в обществе, можно ли, не занимаясь разоблачительством шарлатанов, то есть экономистов, и тратя на это силы, создавать такие прогнозы и создавать такие производства, которые бы отвечали, были во много раз эффективнее, чем прогнозы и материализационные проекты, которые курируются этими экономистами? Это возможно сегодняшнее всего? Можно. Они создаются и они работают, но только большая часть, собственно, прироста, вот этого вот, от роста экономики, откладывается в карман паразитам. Вот и все. Суперсистема работает и пожирает. Вы можете противопоставить. Проблема в чем? Что коммунизм – это явление макроэкономического. Если вы создаете небольшую общину, которая не обладает качествами самодостаточности производства и потребления, всего, чего она зависит от внешнеэкономической конъюнктуры. И той разницы в доходах управленцев, которые есть в обществе, если ее размазать по членам общины, она не создаст качественного превосходства в уровне жизни по сравнению с окружающей действительностью. Вы должны в этом случае либо обеспечить свое абсолютное технологическое преимущество над конкурентами, чтобы у вас издержки на собственную продукцию были минимальны, и вы могли иметь монопольно высокую прибыль. Но поскольку технические секреты не остаются в делу замкнутых корпораций, спустя какое-то время вы столкнетесь с этой проблемой, поэтому именно получается так, что мы упираемся перед проблемой наведения порядка в масштабах всей общества. Хорошо, а можно вопрос сказать о такой? Возможно ли практика, какого-то какого-то асоциально значимого эксперимента? Представим себе, что некий частный предприниматель, обладающий достаточно большим ресурсом, ведь сейчас можно воспользоваться каким конкурентным фактором. Не секрет, что составляющаяся процента, она достаточно века. Вот если вы исключите из цепочек свой собственный бизнес, то только за счет этого можно создать конкретно способное производство того. То есть в рамках некого такого... Фактически это выражается в создании параллельного рублю средств платежа. Вы сразу упираетесь в конституцию РФ, где написано... Нет, нет, нет. Я использую тот же самый рубль, только аккредитую. Вот не в кубышку складывать в свой карман, там, миллиарды, миллиарды. Ну, Форд этим делом занимался. Тем не менее, настала великая депрессия, и уехалась. В общем, это эксперимент вверх и более крупных масштабах, чем он закончился. Майор Горький, как это делается? Кадры решают все. Можно еще обратить внимание на одну группу паразитов, которые мы не затрагиваем, а я просто как руководитель жирового бизнеса ее вижу, ее многообразие, спектр, ее уровень доходности. Ну, помимо вот лежателей денег, которые, соответственно, формируют судный процент, есть еще такая прямилая группа, которая называется собственники недвижимости, которые облагают налогом розничную торговлю, а это то место, где крутится основной, как бы, денежный оборот между жителем и производителем, налогом, который превышает налог государственный. И замечу, что по мере улучшения ситуации в государстве и в экономике, доля аренды и амбиции этих людей, которые пытаются заработать на своем неком условном активе, значит, сверхдоходы, эти амбиции растут. И вот эти паразиты, на мой взгляд, они, ну, как минимум номер два по влиянию, да, потому что я, как вот живой бизнес, смогу взять деньги в кредит, даже под 18%, сейчас беру и открываю магазин, но вы, когда приходите в книжный магазин, вы со 100 рублей от 15 до 20% платите просто непосредственно напрямую собственнику помещения, в которое вы пришли. Да, и на мой взгляд, вот эта масса со 100 рублей 15-20%. Денис, все виды паразитизма проведены финансово-счетным подходом. В том числе и собственники на недвижимость, собственники на землю, это уже развернулось все теперь, потому что финансово-счетный подход доминирует во всем. Абсурдность вот этого дела можно довести действительно до особого, и Голливуд действительно это рекламирует. То есть, если государство не войдет в ключевые рынки, например, как и, например, недвижимость, то там пределов нет. Да недвижимость никогда и рынком не была. Я понимаю вопросы, сейчас давайте, потому что время уже у нас подходит к концу. Вопросы действительно ведь, по сути, упираются сейчас в одно, но если всем все понятно, что есть две экономики. Есть экономика, которая может изменить вообще вид всего общества, есть экономика шарлатанства, которая работает на развитии паразитизма, который здесь тоже в России показал себя, здесь вполне такие же люди, как в Америке, в Европе, могут быть. Как ввести это в общество без кровавого конфликта? Без каких-то потрясений и революции. Я правильно вопросом говорю? Я думаю, что интеллектуально-творческий потенциал, который здесь присутствует, потому что мы против революции. Всякая революция, не важно, кто ее приглашает, Зюганов там, с этими, там, Зюгановский или еще кто-то, всякая революция, это, поверено, шаг вперед, два шага назад. Вот это два шага назад. И опыт прошедшего столетия показал, это, 17-й год, 91-й, это по отношению к тому, чего общество достигло, два шага назад, значит, два шага назад делать наследие, бессмысленно, иначе бессмысленно делать потом шаги вперед. Я думаю, что всем участникам семинара есть смысл подумать, как сделать так, чтобы эта проблема была решена. Я сегодня одну из таких завершающих лекций на курсе дела, ну, курс не такой простой, слабоватый, но сегодня они спросили вдруг впервые, когда выслушали, а что надо делать? Что реально можно сделать? Я добавил, без потрясения революции. Что касается вот нас, я имею в виду группы, которые я представляю, мы пока идем только один способ. Знания, которые вы все теперь так или иначе осваиваете, получаете. Вот Михаил Леонидович экономический раздел сегодня изложил в сжатом виде очень кратко, и мне кажется, что предельно доходчиво, это знания убийственные. Не гвините, что они так вот хиреньки, хах, они очень серьезные. Те, кто столкнется на каких-то вещах предотвращениях, это почувствуйте. Но ничего другого пока, это все проблемы кадровой базы. Люди старшего поколения, я уж не говорю про себя, а даже менее старше, 50-50 лет, они, в общем-то, уже в жизни состоялись. Как состоялся, другой вопрос я бы не обсуждаю. Им, по сути дела, ввязываться в это нет особо интереса. На будущее заточена молодежь. Молодежь всегда думает о будущем, во все время. Она еще не обросла семьей, домом, скарбом, лишним, что-то. И она, естественно, думает о будущем. Поэтому пока ответ на этот вопрос такой. Молодежь должна осваивать знания, чтобы мера понимания во всех этих вопросах и проблемах была выше, намного выше, на порядке выше той меры понимания, которая там, в верхних эшелонах власти. Они, кстати, не так уж и властны. Они сами это понимают. Что сейчас власть живет сама по себе, а общество входит в режим самоуправления. И поколение тем, кому сейчас 20-25, где-то через 10-15 лет войдет во власть. Вы не думайте только, что вот это призовут, а не призовут-то только своих. Не зря на Селигере проходят всякие там тусовки. И все вот эти вот проекты типа «Новая Россия» или как там, они рождаются в Кремле. Исполнители всех культур с потрохами культуры, поэтому здесь и нравственная сторона, и методологическая, то, с чего я сейчас начал так семинар. То есть какой методологией вы будете пользоваться для того, чтобы рождать концепции, и на какую нравственность, в общем-то, будет операция. Пока мы видим только один путь. Мы его двигаем, и показатель того, что здесь этот семинар ведь начинался, когда за столом сидели люди, ну, так, старше сорока, сорока пяти. Сейчас здесь доминирует молодежь. И это очень значимо. Кадровая база должна смениться тогда, когда власть полностью поймет, что она ничем не управляет, а общество, еще раз подчеркиваю, ходит в режим самоуправления. А власть занимается только пиаром или самопиаром. Ездит, выдают указания. Я сегодня вам дал указание, за деньги вы исполнили его. Реально осуществляют все люди. Ну, дал и дал указание. Мы еще посмотрим, что там. Ни с кого же ни разу, ни за что не спросили. Верно? Почему же спросили? Чубайса переместили с одной должности на другую. Нет, я приказываю, что я спросил. Поэтому я вот призываю молодежь думать о том, как эту концепцию, чтобы она захватила умы всей молодежи. И вот на следующий семинар вывелся здесь присутствующий товарищ, но изложить хотя бы некоторые методы. Как продвигать эту концепцию в молодежной среде, которая независимо от того, хочет молодежь или нет, она все равно будет там. Это не просто сводит. Да, пожалуйста. Я попользуюсь. Одна из последних раз по кадрам. Вот как раз у нас... Ну, как раз сейчас и идет, в течение года активно такой процесс идет, преподавание в школах, вузах. И сейчас, вот мы завтра едем в Лимон, третий раз по среду. Мы едем в лицей, профессиональный педагог. Мы дольше, например, по шейте уроку проводим. Конференции. Николай Николаевич, Нет, нет, я говорю, кадр у нас идет реализация, маневр. Это все понятно. Подготовки кадров. Мы же о чем сейчас будем разговаривать. Много будем говорить о том, что, допустим, в тот день говорили о том, что больше декабря, как у нас написано, что никаких экономики, то есть кредит в финансовой системе, даже не могло и не может быть открыть. Да тут эти кадры вот таким образом и формируются. Вот поступательно, без революции, без сообщества, в том числе Гатчинского района сейчас контакта. Вот, собственно говоря, вот такие шаги вот идет наше решение. Понятно. Я резюм. Я думаю, что тема что-то есть всего раскрыта достаточно. Вопросы поставлены в теме как метрология гердейской цивилизации, метрология экономики современной цивилизации. Я не знаю, что мы с вами Естественно, у меня осталось некое сомнение по счастью того, насколько присутствующие, а я имею в виду не только те, которые сидят здесь, некоторые смотрят это по видео в онлайн-конференции, насколько все-таки понимают полно а вот роль варианта пресс-куранта в виде киловатт-часа электроэнергии. То есть я, может быть, не услышал достаточно полное освещение именно этого вопроса, потому что я сам часто сканирую конференции, например, идет конференция краткий полз. И вижу такие дискуссии, типа «А как же платить учителям при новом варианте пресс-куранта? А как оплачивать труд художников, врачей, программистов? А как оплачивается сейчас, когда пока до июля действует вариант пресс-куранта в виде золотого стандарта? Причем здесь инвариант пресс-куранта и труд более того, вот я выскажу крамойную мысль, но всякая творческая деятельность, не надо забывать что это не только труд, это еще и удовольствие. Вы платите за удовольствие? Поэтому все эти шоумены, которые получают миллион, все вот эти вот, которые скачат и прыгают за баснословные деньги, вы получаете удовольствие в том, что вас видит публика, и вообще-то в какой-то мере вы за это должны заплатить общество, что оно вас смотрит, и все ваши глупости выслушали. Некоторые точно должны быть. из-за того, что футболисты бегают по полю, получают. Почему футболисты, которые у меня на школьной площадке бегают и ничего не получают за это? Хотя их никто не смотрит, а еще да, оплачивают. А те, их все смотрят, им еще и платят. Вы понимаете, как все дошло к этому я к выступлению Димы Торофеева? Как котировка, довела до абсурда метрологии в еврейской цивилизации. А так художник рисует, певец поет, писатель пишет книги. Некоторые делают это профессионально, другие не очень. если общество востребовано, общество найдет способ оплатить им труд. А если это не востребовано, если это только результат некой котировки, то есть соответствующей рекламы на радио, телевидение, то если хочешь попрыгать на сцене, чтобы тебя посмотрели, заплати, пожалуйста. потому что это не твоя собственность. То есть выходить из абсурда метрологии библейской цивилизации, если всем понятно, абсурд это котировка доведенная до абсурда, это тоже проблема, которая стоит перед обществом. Я на этом сегодня хотел бы закончить семинар и мы соберемся последний вторник декабря, если не произойдет каких-то черенчан. Вопросы есть? Вопросы тебе есть? Спасибо всем.